Тем временем американские СМИ пестрят заголовками «Главарь группировки «Исламское государство» ликвидирован в Афганистане». Почему эта новость появилась только сейчас, а какие детали стали известны? Подробнее Дмитрий Анопченко. Информационную волну вызвало скромное сообщение на сайте президента Афганистана. Власти подтвердили ликвидацию Абдула Хасиба, главы группировки «Исламского государства» в этой стране. Ну а дальше новость подхватили все мировые СМИ, начиная ее словами «Победа в борьбе с террором». Чуть позже ликвидацию террориста подтвердили американские власти. Военное ведомство Соединенных Штатов сообщило журналистам, что среди боевиков, которые были убиты в ходе спецоперации, действительно есть эмир Абдул Хасиб, человек, которого обвиняют в совершении самых громких военных преступлений последнего времени, в том числе и нападении на военный госпиталь в Кабуле, когда было очень много жертв. Вот только одновременно выяснилось, что ликвидировали террориста еще 27 апреля, в день, когда Соединенные Штаты скинули на Афганистан самую мощную бомбу в мире. Американское командование тогда заявило об уничтожении 35 боевиков. Даже о самых громких событиях СМИ, сообщив однажды, далее в информационной текучке мгновенно забывают и переключаются на другие новости. Так почему же это событие? Сегодня по-прежнему топ-новость номер один. Почему к деталям военной операции, которая была 10 дней назад, снова и снова обращаются крупнейшие средства массовой информации? Ну а причины две. Во-первых, подтвердив смерть одного из лидеров террористов, военные ответили на обвинение бывшего главы Афганистана Хамиды Корзая, который дал интервью пропрезидентскому Fox News. И заявил, широко разрекламированный бомбовый удар якобы фикция. Дескать, исламистам о нем сообщили заранее, и они ушли из зоны обстрела. А провергнуть его слова могли только конкретные факты. С другой стороны, Дональду Трампу именно сейчас, как никогда, нужны победы. Предстоит решающее голосование в Сенате за отмену реформы здравоохранения Обама Кэр. Сам Обама уже публично выступил против. И неофициально ведет переговоры, чтобы сорвать процесс. Новой команде нужна общественная поддержка. А любая новость об успехах в борьбе с терроризмом подпитывает рейтинг Трампа. Белый дом еще раз подтвердил, что намерен до конца этого года полностью покончить с боевиками ИГИЛ. Что должно упрочить позиции главы государства. Вот почему в американских СМИ сейчас активно сообщают не только о французских выборах, но и о событиях в Афганистане. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Индер.